Здравствуйте, меня зовут Самулин Канат. Когда мы с супругом решили купить участок, то каждый из нас мечтал о чем-то своем. Я мечтала, какие растения посажу, а Андрей мечтал о том, что все нужно закатать в асфальт или замостить плиткой. И если уж я так сильно хочу какую-то красоту, то покрасить плитку или асфальт в зеленый цвет и с фанеры сделать всевозможные елочки, березки, клены и я могу сутками их переставлять, играя в ландшафтного дизайнера. В принципе, на самом деле, примерно так и получилось. Поэтому я не спешу хвастаться своим садом. Но такая проблема есть не только в моем доме, а с ней сталкиваются очень многие. Когда очень большая отмозка на полтора метра, когда небольшой участок земли, но при этом очень много членов семьи на машинах и встает вопрос, где ставить машину. А какой-то красоты и зелени хочется. Хочется ярких красок. Такая же проблема встает, если вы увлекаетесь фойнами. Они прекрасны. Но все-таки летом, в июле и в августе хочется чего-то другого. И в этом плане нам на помощь приходит контейнерное озеленение. Помните, мы рассказывали про черешковую гортензию, которую можно высадить в контейнер, контейнер подставить к дому, и она прекрасно будет плестись, уплетая, создавая иллюзию северного плюща. А если не хватает ярких красок, то всевозможные кашпо можно высадить яркие, сочные летники. Единственное, помните, если вы делаете какую-то многолетнюю композицию, ведь не обязательно это должна быть лиана или летники, можно посадить горную сосну, можно посадить спирей, можно посадить одну или несколько шаровидных туй. Помните о том, что весной вы задолго начинаете раньше поливать. И помните о том, что в зиму контейнер должен быть хорошо пропитан водой. В этом плане всегда разочаровывали пластмассовые контейнеры, потому что то, что нас с вами окружает, в основном это дешевая китайщина, которую и на участке-то выставить стыдно. Более того, больше одной зимы она не зимует. И в нашем городе очень долгое время стоял, да на самом деле и сейчас стоит вопрос, о том, где найти приличные контейнеры. Хорошо, если в доме мужик с руками и в состоянии сделать что-то приличное и красивое по вашим размерам. Но, к сожалению, либо люди очень сильно заняты работой, либо человек талантлив в какой-то другой области и очень далек от столярного мастерства. И вот наши коллеги в прошлом, ландшафтные дизайнеры, сначала пришли к тому, что на рынке нету нормальных, приличных светильников. И занялись проектированием авторских светильников. А на сегодняшний момент они решили решить еще одну проблему. На сегодняшний момент они открыли еще одно направление и делают вот такие вот интересные уличные кашпо. Они могут быть абсолютно разного цвета, они могут быть абсолютно разной формы, покрашены они тоже могут быть в зависимости от ваших пожеланий. Самое интересное, что материал лиственница. Не могу сказать, что она простоит у вас столетиями, но, во всяком случае, лет 10 простоит точно. А дальше, наверное, надо будет просто заменить одну или две рейки. Ну, вот такое вот кашпо, такого размера, если вы будете делать, то это больше подходит не столько для летней рассады, сколько все-таки для многолетних растений. Единственное, помнить, зимовать рододендроны, верески, эрики, и всевозможные вересковые не будут. А вот спирея чувствует в таком контейнере себя отлично. Лет 5-7 с ней проблем не будет. Более того, если вы увлекаетесь садовой гортензией, то цвести она будет гораздо более обильной именно в контейнере. Земля раньше прогревается. Соответственно, вегетация тоже начинается намного раньше. Контакты наших коллег будут внизу под роликом. А мы в следующий раз более подробно расскажем на тему, как правильно высаживать растения в контейнер. Именно для того, чтобы у вас композиция зимовала не один, не два, и не три года. Я надеюсь, что наши коллеги одолжат нам одно из кашпо. На этом все. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok